Девушки отдыхают Авторская программа Алексея Ледяева Иллюзии и реальность Запомни эту фразу Время Божьих перестановок Уже началось Время Божьих установок Началось Помните, он говорит, что Мытари и блудницы Они вперед пойдут в Царство Божье Вот такая одна блудница Как у этого колодца Этого самого Сихарь Она одна встанет Вот такой камень встанет Вчера она была источником презрения Она вчера была источником пренебрежения Кто она такая? Кто ты такой? Давай до свидания А Господь говорит, не, не, иди сюда Я поговорю с тобою И этот голос завтра И этот голос завтра Будет звучать на всю деревню Помните? Она пошла Камни возопьют Скажешь, как это камни возопьют? Как это камни оживают? А вот так вот Пришла По одной теме А ушла по другой теме Когда Иисус Смотрит в глаза Когда Иисус Прикасается к сердцу Оживет любое каменное сердце Господь заберет Это камень Даст жизнь И этот камень Начнет вопиять Вспомните, как она вопияла? Пришла в деревню И говорит Эй, послушайте Я нашла того О ком мы От своих отцов и матерей Слышали Вся деревня Собралась И пошла Если вы умолкнете Камни возопьют И я жду Когда эти камни Начнут шевелиться Халлелуя Вы знаете Сколько искренних Искателей истины Вокруг нас Умных Интеллигентных Которые пытались Найти счастье Даже путешествия По другим планетам Медитируя Пробуя колдовство Платя великие деньги За того Чтобы пережить кайф И они Однажды Вдруг Прикоснулись К Иисусу Эти камни Начнут Вопиять Вокруг нас Начинается Шевеление Камней Камни Оживают Скоро Они будут Кричать И вопиять И мы с вами Увидим Великую Славу Божью Давайте Прочитаем Следующее место Насчет камней Следующее место Насчет камней Это 1 Петра 2 глава Камни Начнут Вопиять Камни Начнут Вопиять Смотрите 5 стих 1 Петра 2 5 И сами Как живые Камни Устрояйте Из себя Дом Духовный Они не просто Покаются Они не просто Обратятся К Господу Что такое Камни Возопиют Что такое Вопиющие Камни Что такое Ожившие Камни Которые Придут На смену Тем В жизни Которых Чудеса Были Знамения Были Но человек По каким-то Причинам Споткнулся Разочаровался Умолк Повзрослел Это так По молодости Это так Знаете Сгоряча Это так Харизматическое Детство Юношеский Максимализм Прыгал Кричал Что Господь Велик Сейчас Негативный Жизненный Опыт Закрыл Тебе рот Имей ввиду Когда Этот Старец Симеон Благословлял Иисуса Он тогда уже Пророчествовал Об этой же Самой Божественной Перестановке Он сказал О том Что лежит Сей Нападение Одних И на Восстание Других Нету Нейтральных Людей Либо человек Признает Либо человек Не признает И Христос Это водораздел И каждый Сезон Происходит Это Перетряска Перетрубация Если хотите Перезагрузка Нравится нам Или не нравится И мы увидим Видим текучку Мы видим Эту миграцию Внутреннюю Кто-то уходит А кто-то Приходит К чему я это говорю Несмотря на Это все Движение Внутри Церквей Внутри Царства Божьего Я держусь Крепко За откровение Которое мне Дал Бог Я держусь Крепко За свое призвание Если Господь Мне дал первенство Я его никому Не отдам Я буду держаться И говорить Господь Я не собираюсь Чтобы на моем месте Какие-то камни Кричали Если есть первые Которые ушли И перестали Славить тебя И фарисеи Оказались правы И этим фарисеям Удалось Закрыть рот И умолкли Эти ученики Я не умолкну Я буду кричать Молчать не буду Всех перекричу Я жить Хочу Халлелуйя Не позволь Никому Закрыть Твой рот Берегись И держи То первородство Которое дал тебе Господь Живые камни Кто такие? Вас запьют Камни Если кто-то Умолкнет Ты знаешь Что мытари Как Иисус В другом месте Сказал Пойдут вперед Царство Божие Они догадливее Они быстрее Достигнут Этих ключей Познания Потому что Они знают Что такое проклятие И они будут Знать Что такое Благословение Их вера Будет строиться На контрастах И как живые камни Устроять из себя Дом духовный Священство святое Чтобы приносить Жертвы Духовные Которые благоприятны Будут Нашему Господу Итак Живые камни Если вы умолкнете Не думайте Что у Бога Будет кадровая проблема В той же Латвии В том же городе Рига В том же районе Балдырай Или Пардаугово Или Центр Или Кингаракс Да Господи В том же районе Господь поднимет Такую армию людей Что у нас крыша съедет Мы говорим Людей нету Все уехали Это статистика Для телевизионных программ Интернета У Бога Своя статистика У Бога Совершенно другой Взгляд на эти вещи У Бога Есть живые камни Пока они еще не шевелятся Завтра начнется шевеление Толкни сосед Шевеление камней Уже начинается Шевеление камней Уже начинается Живые камни Живые камни Они начнут скоро Вопиять Они начнут скоро Вопиять Я понимаю Что одиночество Это всегда Это всегда очень тяжело Одиночество Это всегда Очень Очень тяжело И Если они Умолкнут Здесь нету Утверждения Здесь нету Отрицания Здесь есть Большая степень Вероятности Если Умолкнут И вы знаете Когда умолкают Вокруг Такая команда была Такие Союзники были Единомышленники были И вдруг Ты чувствуешь Что ты один Остаешься Это ужас Иисус Один оставался Когда Все предали Любимый ученик Кому Неизвестна Горечь Предательства Это горечь Измены И ты один И твои души Еще ищут Это экзамен Для зрелых Это экзамен Для сильных И вот этот экзамен На веру Я Может кто-то Сегодня Окружен Командой Надежных И верных Людей Может у кого-то Сегодня Кризис Вот это Командного Лидерства И ты чувствуешь Что ты просто Гол как сокол Ты как Один И ты все еще Продолжаешь верить Хочется Чтобы Дух Святой Тебя сегодня Ободрил Этим откровением Если Кто-то Умолк Рядом с тобой Ожидай Божьих Перестановок В ближайшее время Начнется Эти шевеления Камни Возопьют Вот это Два слова Камни Возопьют Пусть станет Утешением Для тебя Это будут Живые камни Которые будут Устроять из себя Дом Духовный Ты на них Сможешь Положиться Ты будешь За ними Как за Каменной оградой Эти люди Будут знать Господа Мы говорим Вторая волна Да Если хотите Ожившие камни Вопиющие камни Это вторая волна Это когда к Давиду Придут те сильные У которых В левой руке И в правой руке Оружие Они скажут Мир тебе Давид Мы пришли к тебе Чтобы победа Пришла для Израиля Ожившие камни Они приходят На смену Неверных Людей Которые Перестали Славить Бога Которые Перестали Поклоняться Богу Которые Перестали Превозносить Его святое имя Ушли Природа Не терпит пустоты На смену Неверности Придет Великая Божья Слава Если кто-то Умолкает Если одни звезды Гаснут На смену Бог зажигает Другие Звезды И эти Камни Смотри Как у Ильи Было Третье царство Девятнадцатая Глава Тринадцатый Стих Третье царство Девятнадцатый Тринадцатый Услышав это Илья Закрыл Лицо Свою мелотью И вышел И встал У входа В пещеру И был К нему Голос И сказал Ему Что Ты Здесь Илья Вчера Он был На горе Кармел Вчера Он был В окружении Своих Единомышленников Сезон Меняется Время Божьих Перестановок Смена Элит Происходит Ротация Божьих Даров Друзья Ну Картина Меняется Мир Меняется Церковь Меняется Лидерство Меняется И вот Вы понимаете Все таки Есть эти Ключевые Люди И смотрите В пещере Илья Далеко От столицы Он Как беглец Ушел От этих Скорбей Потому что Изавель Сказала Что Пусть то и то Боги сделают Если ты еще Останешься В живых За твою голову Назначена Большая цена Я найду тебя И убью тебя Страх Угроза фарисеев Это не шутка Угроза фарисеев Это Это Контроль Антихриста Это просто Целая система Чтобы закрыть Твой рот Чтобы закрыть Мой рот Чтобы закрыть Церковь Чтобы Голос Божий Перестал Звучать Иоанна Крестителя Казнили Почему? Потому что Он сказал Я глаз Вопиющего В пустыне Нам не нужен Этот голос Нам не нужны Эти обвинения Гнали пророков И убивали их Потому что Эта земля Не приспособлена Для Царства Божьего И эти голоса Справедливые Нам не нужны Потому что Все здесь Замешано На лжи И беззаконии И вот Услышав Эту Угрозу От Язавели Илья бежит Далеко Далеко В пустыне Бог с ним Ведет диалог Этот Сломленный Но Еще не раз До конца Разочарованный Человек У него Какая-то На глубине Серв В глубине Души Теплица Какая-то Искра Господи Как быстро Все закончилось Не успев начаться Все закончилось Вчера кричали Великий Господь А сегодня Все Когда мне Задают Такие же вопросы Ну и что И где Правительство Христианское И где Праздники И где Тысячи церквей И где Все остальное Ребята Мы продолжаем Жить И Бог Еще не сказал Своего Последнего Слова Если кто-то Умолкнет У меня есть Серьезный Ответ Если кто-то Умолк Если кто-то Ушел У Бога Есть время Его Перестановок Я знаю Я знаю Что Бог Сегодня Ходит По Латвии Бог Сегодня Ходит По Риге Бог Сегодня Ходит По нашим Городам И тех Кто еще По уши В дерьме По уши В проклятии По уши В демонах И бесах Он ставит Так Ты 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 пока еще Камень Ты еще Ничего не понимаешь Но завтра Ты начнешь Шевелиться Завтра Ты станешь Живым Камнем Я знаю Что меченых Божьих Служителей Которые Возглавят Настоящее Реальное Пробуждение Их сегодня Семь тысяч Они меченые Я верю Божьему Слову Если Гаснут Одни Звезды Зажигаются Другие Если Вы умолкнете Камни Возопьют И эти Камни Очень скоро Начнут Вопиять У Бога Не останется Бессильным Никакое Слово Хотя Есть Этот Надлом Есть Этот Внутренний Кризис Есть Этот Внутренний Вопль И Бог Слово Что ты Здесь Илия Что ты Здесь Делаешь Ведь Пробуждение Не в пустыне Пробуждение В столичных Городах Илья Начинает Рассказывать Богу То что Бог знает Досконально То что Бог знает Намного Больше Но это Наше Право Рассказать Богу Свою Правду У меня Есть Право Перед Богом Рассказать Свою Правду То что Меня Грызет То что Меня Угнетает Одиночество Всегда Всех Грызет Одиночество Всегда Всех Угрызает Потому что Бог Сказал Нехорошо Быть Человеку Одному И что Что здесь Илья Жалуется А послал Павел Илья Жаловался Никто Тебе Не мешает Здесь Не надо Быть Харизматом А я Верю А я Скажу Ею И Югу Я Скажу Знаешь Есть Время Когда Ни Югу Ни Север Когда Жить Не Хочется Когда Сдохнуть Хочется Когда Хочется На Всем Крест Поставить И Вера Это Не Изображать Из себя Того Чего Ты Не Переживаешь Вера Это Реальность Господь Плохо Значит Плохо Боюсь Значит Боюсь Если уж Перед тобой Господь Мне врать Надо То Зачем Мне Вообще Верить Уж Перед Кем Обнажаться Так Перед тобой Ты Не Осудишь Ты Все Поймешь И Ты Выйдешь Навстречу Илья Что Ты Здесь Делаешь Слава Богу Что Когда От нас Уходят Все Когда Наши Единомышленники Союзники Оставляют Забывают Свою Хвалу Нас Бог Никогда Нас Не Забудет Наш Бог Никогда Не Забудет К тебе В пещеру Не пришел Брат К тебе В пещеру Не пришел Твой Друг К тебе В пещеру Не пришел Твой Молитвенник В ту Пещеру Далекую Пещеру В пустыне Пришел Бог Боже Спасибо Тебе За то Что Ты Не оставляешь Нас За то Что Ты Поклялся В своем Слове Говорить Не оставлю Не покину Рука Моя Будет Над Тобою Пойдешь Ли сквозь Пустыню Пойдешь Ли куда Нибудь Я Буду Рядом С Тобою Халалю Господь Никогда Никогда Нас Не оставит И он даже Готов Выслушать Всю Нашу Боль Он Готов Выслушать Всю Нашу Скорбь Всю Нашу Печаль Он Сказал Илия Сказал Возревновал Я О Господе Боге Саваофе Ибо Сыны Израилевы Оставили Завет Твой Разрушили Жертвенники Твои Пророков Твоих Убили Мечом Остался Я Один И Мои Души Ищут Чтобы Отнять Ее Вот Это был Честный Честная Исповедь Как на Духу Первое Возревновал Я О Господе Саваофе Вот В чем Величина Этой Личности В чем Калибр Гигантский Калибр Этой Личности Что Не ревновал Он О своем Процветании Не ревновал Он О какой-то Своей Выгоде Он говорит Возревновал Я О Господе Я увидел Что Господь Проигрывает Я увидел Что Вау Выигрывает Что Все люди Которые вчера Славили Бога Авраама Исаака Якова Сегодня они умолкли Вы умолкли И стали поклоняться Ваалам И мне было скорбно И мне было больно Потому что я видел Как мало людей осталось Которые чтут Славят И как и вчера Кричали Благословен грядущий Во имя Господня Но кто-то пришел И сказал Учитель Запрети им Если ты не запретишь Мы им запретим И у них Это получилось Он добился Того Чтобы они умолкли Вы знаете Есть это откровение Если дьяволу Удастся Сделать так Чтобы они умолкли Поверьте Богу удастся Чтобы камни Возопили Безвыходных Ситуаций Не бывает Он Поделился Вылил Эту горечь И мне кажется Самое Скорбное Или самая Больная Мысль была Остался Я один Остался Я один И моей души Ищут Чтобы отнять Ее Чтобы отнять Ее Одиночество Это всегда Друзья Тяжелое Тяжелое Жуткое Испытание И Когда мы Одинокие Нам ничего Не хочется Делать Но когда Приходит Бог И когда Не знаю Почему Или стало Легче Все равно Когда ты Излил Свою горечь Кому-то Надо Излить ее Кому-то Надо Это Выдохнуть Эту боль Кому-то Это Надо Просто Выгрузить Вот эту Всю Наболевшую Внутреннюю Скорбь И когда Он Об этом Сказал Бог С 15 стиха Бог Сказал Ему Пойди Обратно Своей Дорогой Боже Меня Меня Хотят Убить Там Там Изавель Там Отступники Там Опять Эти Неверные Люди Которые Валу Поклоняются А Иисус Господь Ему Говорит Пойди Обратно Своей Дорогой Потому Что Началось Время Божьих Перестановок Если Кто-то Умолк Если Чьи-то Голоса Умолкли Ты Увидишь Собственными Глазами Как Будут Вопиять Камни Аллалюя И смотрите Что дальше Разворачивается Пойди Назад Своей Дорогой Кто-то Из нас Вел Ячейки Разочаровался Ушел И сегодня Вспоминать Даже не хочет Кому-то Бог Сегодня Говорит Возвращайся Иди Назад Своей Дорогой Туда Откуда Ты пришел В эту Пещеру Кто-то Евангелизировал Господь Тебе Говорит Возвращайся Тебя Там Ожидает Великое Чудо Если Ты хочешь Перемен В своей Жизни Место Встречи Изменить Нельзя Это То Место Которое Тебе Господь Предназначил Для твоего Служения Хочешь Ли увидеть Как Вопьют Камни Возвращайся На место Твоего Призвания Почему 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 Я не ухожу С пастерской Должности Почему Я не ухожу С этой Позиции Потому что Я хочу Увидеть Исполнение Всех Изреченных Пророческих Обетований Я его Могу увидеть Только Вот с этого Места Я могу Увидеть Это Только Возвратись Илья Хочешь Видеть Как Вопьют Камни Хочешь Видеть Как Бог Будет Менять И Будет Эта Божественная Перестановка Когда Неверные Уйдут И на место Этих Людей Бог Будет Ставить Эти Живые Камни Которые Будут Устроять Из себя Дом Духовный Хочешь Увидеть Эту Перестановку Да Тогда Возвращайся Назад Там Где Ты И Был Пойди Обратно Своей Дорогой Через Пустыню В Дамаск И Когда Придешь Помаш Азаила В цари В царя Над Сирией И Дальше Он Говорит Еще Одного Помаш Царя Над Израилем Елисея Же Сына Сафатова Помаш В пророка Вместо Себя Человек Который Жить Не Хотел Человек Который Говорит Я Один И Мои Души Ищут Он Говорит Я Хочу Чтобы Ты Убедился Что Христиан Христианское Правительство Это Реальность И Церковь Будет Иметь Власть Благословлять И Помазывать Президентов Боже Я В пещере Сижу Дрожу Как Кленовый Листик А Господь Говорит А Мое Слово Живо И Действенно И Все Что Я Говорил 20 лет Назад Оно Актуально И Действенно На Сегодняшний День Амин У Тебя Есть Это Сила У Тебя Есть Это Помазание У Тебя Есть Это Власть И Что Все Церковь Свяжет На земле Будет Связано На небе Слушал Он Помаш Одного Царя Над Дамаском Над Сирией Второго Над Израилем И Потом Говорит И еще Елисея Помаш В пророка Вместо Себя Тебе Нужен Помощник Господь У меня Нет Помощника Все Отступники Не 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 Там Еще Один Такой Живой Камень Я Его Отметил Пока Он Там Пахал За Двенадцатью Парами Этих Валов Елисей Будет Вместо Тебя У тебя Должен Быть Приемник Ты Свой Авторитет Ты Столько Сделал У тебя Так Много Опыта Кто-то Же Должен Принять От Тебя Этот Опыт И Продолжить Это Дело У нас У каждого Должен Быть Свой Елисей У нас У каждого Бог Каждому Из Нас Пока Сегодня Ты Не Видишь Не Знаю Один Я Один Господь Говорит Нет Прежде Всего У тебя Есть Помазание Для Того Чтобы Помазывать Лидеров Второе Я Тебе Дам Помощника Пророка Вместо Ты Пророк И Тот Будет Тоже Пророк То Есть У тебя Будут Помощники Приемники Ты Им Будешь Отдавать Своему Помощнику То Что Ты Имеешь И Восемнадцатый Стих Он Говорит А теперь Насчет Камней Которые Возопьют Читайте Впрочем Я Оставил Между Израильтян Семь Тысяч Мужей Я Оставил Между Израильтян Семь Тысяч Мужей Нам Кажется Что Если Я Пришел В этот Дом Вот Тогда Работа Есть Если Я Проповедовал Тому Человеку Тогда Он Есть Кроме Того Что Мы Ходим В дома Бог Ходит В эти Дома Он Говорит Я Я Без Твоего Ведома Семь Тысяч Там Оставил Я На их Лбах Пометил Крестики Поставил Семь Тысяч Ты Говорит Ты Один Нет Ты Семь Тысяч Первый Ты Семь Тысяч Первый И Это Настоящие Камни Которые Завтра Возопьют Можете себе Представить Семь Тысяч Вопиющих Камней Это Настоящие Люди Поклонники Благодарные Служители Божьи Семь Тысяч Всех Всех Колено Не Преклонились Перед Валом И вслед И Всех Сих Уста Не Лобызали Этих Этих Людей Илья Не Видел И Мы Сегодня Многих Не Видим И Не Можем Видеть Бог Сверху Как Режиссер Говорит Пока тебе И не Надо Чтобы Не Завернулись Мозги Совсем Что-то тебе Надо Видеть А что-то Тебе Видеть Не Надо Давайте Согласимся Вот Что-то Бог Открывает А что-то Бог Закрывает А в Своё Время Господь Приведёт И скажет Вот эти Семь тысяч Мечтали Однажды Встретиться С этим Пророком Ильей И Илья Я Один Господи А Господь Как на зло Стоит Между Не Время Ещё Не Время Пройдёт Ещё Немножко Время Лет Двадцать А потом Господь Ты что делаешь Они же Камни Постареют Мохом Покроются Не Не А я Мох Очищу Всему Своё Время Я Оптимист Если Кто-то Умолк То Я жду Когда Возопьют Камни Ты Получаешь Это Откровение Я Абсолютно Убеждён Время Божьих Перестановок Время Божьих Перестановок Начинаются И самое главное Мне кажется Знаете Ну Я понимаю Семь тысяч Это попробуй Со всеми Переговори Попробуй Всех В гости А вот Когда у тебя Рядом Один Надёжный Который Тебе в рот Смотрит Который Говорит Не оставлю Тебя Нигде Вот это Настоящий Опор И посмотрите Одиночество Заканчивается Кто-то Должен Услышать Одиночество Заканчивается Сольные Концерты Заканчиваются Потому что Рядом С Тобою Будет стоять Достойный И надёжный Помощник И преемник И смотрите И пошёл он оттуда И пошёл И нашёл Елисея Который Когда он Орал Видите Камни возопияли Он нашёл его Когда он Орал Ну естественно Вы понимаете Что он пахал А орал попозже Когда вот Камни Возопиёт И тогда Они Возорут Тогда Вы знаете Всю эту историю Он бросил Мелоть на него Елисей вдруг Понял Что он Смотрите Вот Я хочу сегодня Вдохновить И я сам вдохновляюсь Этим Что вот Елисеи Объявились Кто из Сибири Кто из России Кто из Англии Я скажу Что Бог Каждому лидеру Приготовил Своего Помощника И причём Не просто Помощника Пророка Амин Илья Ты пророк И рядом с тобой Будет стоять Пророк То есть Помощники Будут Соответствующие Достойные И вы смотрите Какое было Утешение Великое И он Двенадцать пар Волов Было у него И сам он был При двенадцатой Илья Проходя мимо Бросил Милость свою Раньше Порядки были Вообще Не здравствуйте До свидания Извините Могу я к вам Обратиться Или А не могли бы Вы так добры Отослать Мне Эту СМС Идет Илья Какие церемонии Снял С пиджак Через забор Там мужик Знаете Двенадцать пар Волов И он еще Пажет Тот кинул Пиджак Пиджак Упал Без слов Все понятно Вы знаете Эту встречу Бог приготовил И болтать Много Не надо было Елисей Ждал Когда Илья Придет к нему А Илья Ждал Когда Ильисей Ждал Вот они ждали И Это я просто Бросил на него мелочь И оставил Ильисей Волов И побежал За Ильею О Фокусники Раньше были Представьте себе Если сегодня Так лидеров избирать Зашел в бабито Кто-то там Стрижет газон Пиджак взял Кинул И дальше пошел А тот Бросил газонокосилку И побежал За тобой Но эти Такие Привилегии Друзья Только тем Кто в пустыне Был Да Кого убить Хотели Которые Боги Возревновали Друзья мои Вчера ты бегал Послушайте Откровение Вчера ты бегал За помощниками Ну пожалуйста Ячейку возьми Ну пожалуйста На евангелизацию Ну пожалуйста Еще туда Завтра За тобою Помощники Будут Бегать Вот как Елисей Поймал Эту мелодь И побежал За Ильей А Илья Убегать От него Начал И оставил Илисей Волов И побежал За Ильей Нет Культурно Пошел Ну как Нормальный Божий Служитель Этот Бежит И этот Бежит И бегут Они К своей Жизненной Цели Амэн И тот Кто бежит Он Получит Награду И смотри И сказал Позволь мне Поцеловать Отца Моего И мать Мою И я Пойду За тобою Он же Сказал ему Пойди Приходи Назад Хорошо Что он Не сказал Оставь Мертвым Хоронить Своих Мертвецов Это в Новом Завете Ужесточились Эти требования Вы посмотрите Без слов Елисей Понял За кем Ему Идти И кому Ему Помогать Мелодь Кину Это помазанное Помазание Богослов говорит Ну это помазание Ну а мы говорим Это пиджак Ну как у Банихина Белый пиджак И это означало Что Елисей Все понял Он понял Что теперь Он бросил Волов Что теперь Вся жизнь Будет связана Вот с этим Человеком И он Прибежал К Елии Говорит Слушай Я понял Что я за тобой Теперь И в огонь Вот я Все Можно я Пойду Попрощаюсь С родителями Быстренько Только Ты знаешь Что я хожу Быстро Я могу Бежать так Что колесницы Меня не догонят Поэтому быстро Поцелуй Просто Вот так И скажи Все Начинается Время Божьих Перестановок Вы чувствуете Атмосферу Да Вот я знаю Точно Что многие Поменяют Профессию Что вот в это Время Вот это Лето Господне Благоприятное Очень многие Поменяют Свою жизненную Позицию И поймут Где они Должны быть Кто-то Этих Волов Оставит Кто-то Свою Работу Оставит Кто-то Поймет Что он должен Быть В полном Времени Посвященный Божьему Служению Хавалюя Я говорю Кто-то Время Божьих Перестановок Оно уже Происходит И он Сказал Пойди И приходи Назад Ибо Что сделал Я Тебе Он Отошедший От него Взял пару Волов Заколол их И зажегший Плуг Волов И сжарил Мясо Говорит Я быстренько Раньше Быстренько Готовили Барбекю Я читаю Круто Да Он Попросил Поцеловать Только отца И мать А здесь И Волов Целовал И плуг Целовал Здесь И жарил Мясо И столько Здесь он Обеда Приготовил И жарил Мясо И раздал Людям И они ели Представляете Какие помощники Красивые Щедрые Гостеприимные И не просто Хлопнул в дверь До свидания Я теперь Духовный Пошел Служить Богу Нет Он на прощание Накрыл поляну Всех родных Близких Ребята Я пахал Как следует Не знаю Какой-то шел Там Этот факир В общем На меня что-то кинул Я сам еще до конца Не понимаю Но понимаю Что я от вас ухожу Все Ну так Чтобы хорошо расстаться Ешьте Не подавитесь Пожалуйста Запомните Что я был для вас Всегда Хорошим Другом Щедрые Гостеприимные И благословенные Помощники Халалуя И последние фразы Послушайте Это очень большое утешение Для лидера А сам встал И пошел за Ильею И стал Служить Ему Если Ты служишь Богу То твой помощник Будет служить Тебе И это не будет ему Как бы Мягче сказать Зазорно Это не будет его оскорблять Я служу Богу Кто ты такой Если Илья Богу служит Служи ему Твое служение Богу Будет заключаться в том Что ты будешь Поддерживать руки Илья И это не будет оскорбительно Почему Потому что Когда начнется Следующее Время Божьих перестановок Его помазание Его опыт Его авторитет Ильи Он будет принадлежать тебе Только умноженное На два Моя помощь Кому-то Не оскорбляет меня Моя верность Кому-то Не обесценивает Мою жизнь Моя Мое служение Моему лидеру Это формирование Моего Благословенного Будущего Пусть это будет Утешением Друзья Пусть это будет Для кого-то сегодня Ободрением Если Кто-то Умолкнет Камни Возопьют И представляете И вот этот камень Вопиет Илья Я буду держать Я буду поливать Воду на твои руки Я буду Заваривать кофе По утрам Я буду Защищать тебя Я буду Подсказывать Все что я могу Все что я умею А я много умею У меня богатая Нормальная семья Двенадцать пар Валов Извините В бедных семьях Столько не бывает Там все было в порядке Весь мой опыт Будет принадлежать тебе Я представляю Какое утешение Этому одинокому Почти разочарованному Служителю Услышать От своего помощника Я буду надежным Партнером Я буду надежным Помощником Я буду Опорой Ты можешь положиться На меня Господи Пусть это утешение Придет Каждому лидеру Друзья мои У нас у всех выбор Либо уйти С теми Разочарованными Людьми Которые перестали Славить Бога И фарисеям Все таки удалось Достичь цели Учитель Запрети им Славить И служить тебе Кто-то услышал это Принял это И ушел Но есть настырные люди Которые остались И сказали Нет Даже если смоковница Что-то там Не вышло Не вышло Если даже Рогатого скота Не стало В стойлах Даже если Маслины Не принесли Своих плодов Я верю Моему Богу Небо И земля Придет Но Божье откровение Никогда не придет Я живу только Один раз И Второго Дубля Нам Никому не дано Никому не дано Право Переписывать Свою жизнь Хочу Один раз Прожить Прожить Красиво И быть верным Одному Своему Богу И увидеть Великую награду Которую Он Приготовил Для Любящих Его